Всем привет! Вы слышите Алексея Халецкого, а это значит, что вы на канале Лёша Играет. Несколько дней назад Firaxis анонсировали свою новую игру, а вчера даже провели небольшой стрим и показали геймплей. Игра называется Marvel's Midnight Suns, и в общем-то в двух словах её можно описать как XCOM про супергероев. В общем-то в этом видео я и использую фрагменты вчерашнего стрима, чтобы показать вам геймплей. И в принципе лично я не удивлён, потому что второй XCOM и особенно дополнение к нему про вот этих инопланетных героев реально выглядело чужеродно в инопланетном сеттинге, как бы это ни странно звучало. А вот управлять супергероями, по-моему, будет логично, тем более со всеми их суперспособностями. Итак, что известно? Во-первых, здесь будет более мрачная вселенная Marvel, чем это есть в фильмах или комиксах. И разворачиваться игра Midnight Suns будет отдельно от всех вселенных, которые Marvel уже показывали. Главный герой, за которого мы будем играть, называется Охотник. Он дитя демона Лилит, главного антагониста игры. И в общем-то нас, Мстители, и пробуждают на помощь в борьбе с демоницей. Это оригинальный персонаж, созданный специально для игры. В целом, игровой процесс будет похож на XCOM, но, естественно, его надо оптимизировать под игру супергероями. Ведь, во-первых, они не могут умереть, в отличие от наших оперативников, которых мы постоянно теряли во время вылазок против инопланетян. То есть, супергероев будет несколько, и, как я понял, в бой вы можете брать трех. То есть, максимальная ваша команда в бою в этой игре будет три супергероя. Ну и понятно, что у каждого супергероя свои отдельные суперспособности разные. Правда, Фераксис тут внесли в игру по поводу способностей в бою рандом. Потому что в начале боя все три супергероя будут получать случайный набор способностей. У вас будет такая рука карт, которые вы сможете разыграть в бою. Кроме того, способности супергероев можно будет комбинировать друг с дружкой, получать какие-нибудь смертоносные комбо. Сами битвы обещают проводить в знаковых для поклонников комиксов локациях, типа Башни Мстителей, Санктум Санкторума, Доктора Стрэнджа и так далее. Вместо летающей базы, которая была в XCOM, здесь будет база супергероев под названием Аббатство. И главное отличие здесь в том, что вы по ней сможете ходить с видом от третьего лица. Причем разработчики в стриме сказали, что мы на этой базе проведем множество часов игры. Потому что нам позволят общаться со своими союзниками, проводить спарринги или медитации и даже развивать отношения. Но, как я понял, никаких любовных отношений не будет, только дружба. Крепкая мужская дружба. Там же вы будете открывать новые скиллы, видимо, в разных комнатах и изучать артефакты, которые вы на поле боя нашли. Релиз Marvel's Midnight Suns обещают в марте 2022 года на всех современных платформах. Ну, что я хочу сказать. Видимо, делая вот эти все режимы в 6-й Циви про вампиров и героев античности, Фераксис уже параллельно работали над этой игрой. Это очевидно, потому что она выглядит вполне законченно. И видите, релиз уже через полгода. Поэтому в 6-й Циви есть все эти странные режимы. Потому что художники параллельно рисовали всяких супергероев. Но вообще анонс выглядит, по-моему, очень интересно. Я, например, во второй X-Com не так много играл, именно потому что от него не служат какими-то комиксами. И для меня это просто было неуместно. Я же не говорю, что игра плохая. Понимаю, что, наверное, многим именно это и нравилось. Но вот теперь в Midnight Suns, что, кстати, можно перевести как «полуденные солнца», это очень даже в тему будет. Ну и выглядит игра уже интересно. Тактика про супергероев, даже для меня, не любителя комиксов и не любителя вселенной Марвел, очень интересный анонс. Это уже 100% означает, что закончена игра над Цивилизацией 6. И, похоже, никакой игры еще одной на движке 6-й Цивилизации от Фераксис не предвидится, как это было с Sid Meier's Civilization Beyond Earth на движке 5-й Цивы. Потому что сначала был Beyond Earth, а потом уже X-Com 2. Я, честно говоря, думал, что выпустят какую-нибудь фэнтези-стратегию на движке 6-й Цивы, типа, как ко второй было дополнение Fantastic Worlds. Но, видимо, Марвел столько денег заплатили за создание тактики про супергероев, что Цива задвинута в дальний угол шкафа с законченными проектами. Тем не менее, Marvel's Midnight Suns, по-моему, выглядит интригующе, так что я эту игру жду. А ваши впечатления, пожалуйста, напишите в комментариях. Спасибо, что досмотрели до конца. Я Алексей Халецкий, тот, кто сделал это видео. Пользуясь случаем, хочу попросить вас поставить лайк, оставить комментарий и поделиться этим видео со своими друзьями или в социальных сетях. А также посмотреть другие мои видео, ссылки на которые вы видите сейчас на своем экране. Играйте в умные игры и всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok